Добрый день, уважаемые члены жюри и участники конференции. 2016 год был объявлен годом российского кино. Я решил не остаться в стороне, тем более, что кино, особенно российское, мой верный спутник по жизни. А так как, на мой взгляд, самые лучшие фильмы, созданные в послевоенный период, и все они были сняты по заказу государственных структур, термо моего исследования советское послевоенное кино на службе государства. Извините, немножко нервничаю. Цель работы исследования истории кино в послевоенный период развития советского государства и до его распада. Задача. Рассмотреть основные этапы развития послевоенного советского кинематографа, выяснить, как государство влияло на выбор тем, сюжетов, состав актеров и режиссеров, доказать, что главные шедевры кино были сняты в советский период. Методы исследования проведен, проведен анализ источников по теме, стематизирован и сконструирован материал, сделанный умозаключения и логические выводы. Исследовательская работа состоит из трех частей. Первое. Сталинский кинематограф. Второе. Кино эпохи. Эпохи оттепели. И советское кино в начале 70-80-е годы. Война резко изменила тематический и жанровый спектр российского кино. Между тем, к концу 40-х Сталину уже было трудно отслеживать тогдашний кинорепертуар. И он решил действовать по известному принципу. Лучше меньше, да лучше. Пусть кинематографисты снимут только 12 фильмов в год, но зато это будут не какие-нибудь проходные, середнячки, а настоящие шедевры соцреализма. Самые яркие картины того периода – Григория Александрова «Весна» и Ивана Пырьева «Кубанские казаки». Эпоха малокартинья завершилась вскоре после смерти Сталина. Отипель вызвала резкое увеличение фильмопроизводства и приток режиссерско-актерских дебютов. Наиболее заметной фигурой тех лет бесспорно стал Григорьич Ухрай, 41-й баллада солдати «Чистая нема». «Летят журавли» – подлинный шедевр режиссера Козинцева. Заслуженно завоевал золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля. Отипель подарила зрителям удовольствие настоящего развлечения в комедиях Гайдая и Георгия Данелия. Нельзя не упомянуть и нашумевшие экранизации мировой классики «Оскароносную войну и мир» Бондарчука, Анну Каренину Зархи, Гамлета Козинцева и Карамазовых Пырива. Однако на полках оставались фильмы Тарковского, Кончаловского и многих других режиссеров. Отипель оборвалась в августе 68-го года. Кремлевская кинореакция была довольно жесткой. На корню отдушились многие творческие замыслы. Но немало незаурядных картин оказались на цензурной эпохе. Посещаемость кинозалов в России в ту пору была одной из самых высоких в мире. Десятки миллионов зрителей смотрели комедии Гайдая, Георгия Данелия, Рязанова, зрелищные ленты Владимира Мотыля и Александра Миты, Абсолютными рекордсменами тех лет стали мелодрама Меньшова «Москва слезам не верит» и боевик «Пираты 20-го века» Дурова. Перестройка негативно сказалась на советском кино. Снимали немного и не всегда качественно. Однако перестройка породила на Западе временную моду на всё русское, и российские фильмы стали желанными гостями больших и малых международных кинофестивалей. Таким образом можно сделать вывод, что в послевоенное время кинематографс чётко следовал линии государства и политики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова